Итак, продолжим. Клинический пример 3. Женщина 50 лет с кифосколиозом. Индекс ТЕФНО в норме. Делаем вывод, что обструкции нет. Затем анализируем жизненную емкость легких. 33% значительно снижено. И в заключение выносим на нарушение легочной вентиляции крайне тяжелой степени. Жизненная емкость снижена до 33% от должного. При этом нормальное значение индекса ТЕФНО 73%. Предполагаем, что это рестриктивный тип. И для уточнения необходимо измерение общей емкости легких. Следующий клинический пример. Женщина 61 года. Не курит, но можно считать относительно здорово. Смотрим индекс ТЕФНО. Он в норме более 70%. Делаем вывод, что обструкции нет. Однако, обратите внимание, что показатель СОС 25-75% немного снижен. Он должен быть более 60%. Здесь 58%. То есть имеем индекс ТЕФНО в норме, но при этом некое снижение средней объемной скорости. Продолжение следует... Извините. Продолжим. Значит, мы определили, что есть, может быть, небольшая обструкция за счет снижения средней объемной скорости. И далее анализируем жизненную емкость легких и форсированную жизненную емкость легких. Обращаем внимание, они менее 80%, но более 70%. Это незначительное снижение. И в заключение выносим, что, возможно, легкая степень бронхиальной обструкции при нормальном индексе ТЕФНО, легкая степень снижения средней объемной скорости 25-75% от ВЖЭЛ. И, возможно, легкое рестриктивное нарушение вентиляции за счет легкого снижения ВЖЭЛ на фоне нормального индекса ТЕФНО. Для уточнения мы можем, конечно, порекомендовать определение общей емкости легких. Хотя здесь не такие значимые нарушения. И немного расскажу о бронходилитационном тесте. Зачем его применяют? Для того, чтобы установить обратимость к бронхиальной обструкции. Для того, чтобы определить эффект бронхолитической терапии. И при мониторировании динамики легочной функции больных с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Перед проведением бронходилитационного теста обязательно отменяются бронхорасширяющие препараты. Это как для обратимости обструкции. Если мы используем для контроля терапии, то тогда мы не отменяем препараты. Обратите внимание, что разные препараты отменяют за различное количество времени до исследования. Короткие бета-2-огонисты, например, и протропия, бромид за 4-6 часов до исследования. Если пролонгированные бета-2-огонисты метилцантина за 12 часов до исследования. Пролонгированные холинолитики, теотропия, бромид, например, за 24 часа до исследования. Результат бронходилитационного теста мы определяем по изменению УФВ-1 через 15 минут после ингаляции коротких бета-2-огонистов. Коэффициент обратимости определить очень легко. УФВ-1 после приема ингалятора минус УФВ-1 исходный и делить на УФВ исходное и умножаем на 100%. При этом критерий обратимости – это если коэффициент обратимости более 12% или абсолютный прирост УФВ-1 более 200 мл. И клинический пример. Мужчина 50 лет с диагнозом бронхиальная астма. Исходно смотрим индекс ТЕФНО снижен менее 70%. Значит, делаем вывод, что есть абструкция. УФВ-1 66%, то есть степень абструкции умеренная. И далее смотрим, жизненную емкость легких, она в норме. То есть имеется только умеренная абструкция. Затем мы проводим бронхидилитационный тест и оцениваем УФВ-1 после сальбутамола. И видим, что в абсолютном значении большой перерост у нас. И в процентах это аж 46%. А мы считаем обратимым уже более 12%. Делаем вывод, что имеется нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу. Умеренная степень. Жизненная емкость легких в пределах возрастной нормы. Проба с сальбутамолом положительная. И отмечаем перерост у ФВ-1 в абсолютных значениях и в процентах. Кроме бронхидилитационного применяются еще и бронхопровокационные тесты или бронхоконстрикторные. Но реже применение ограничено ввиду потенциальной опасности для пациента. То есть мы, грубо говоря, провоцируем бронхоконстрикцию. Применяется это для диагностики гиперреактивности бронхов при подозрении на бронхиальную астму, когда отсутствуют четкие признаки обструкции на момент исследования. Допустим, исследуем все в норме. Но есть подозрения. Пациент жалуется, что в обычной жизни бывают у него такие симптомы. Бронхоконстрикция проводится либо с помощью медикаментозных препаратов, либо с помощью физической нагрузки. То есть МИЛ или велоэргометр. И также определяется ОФВ-1 исходный после пробы. И опять же определяем коэффициент бронхоконстрикции. Если более 12%, то делаем вывод, что есть обструкция. И еще один момент, который мне хотелось вам рассказать, это применение спирометрии с целью определения предоперационного риска. Особенно это важно для пациентов, у которых планируются большие операции, или у пациентов, у которых есть респираторные заболевания, так сказать, пациенты высокого риска. И определить по спирометрии степень риска. Значит, когда назначается спирометрия с целью предоперационной оценки риска? Это при патологиях легких в анамнезе, у курильщиков. При хроническом продуктивном кашле, если была недавно перенесена респираторная инфекция, обычно назначается пациентам в возрасте более 40 лет, у полных пациентов с ожирением, при деформациях грудной клетки, вместо них. Если у пациентов была в анамнезе операция на органах грудной клетки, при лобоктомиях и пульмоноктомиях – это обязательно. И если планируется продолжительный наркоз. И вот как мы будем оценивать степень риска операционного по показателям в ЖЭЛ и ОФВ-1. Если в ЖЭЛ снижается меньше, если в ЖЭЛ меньше 50% от должной величины, имеем повышенный риск. Высокий риск, если менее 1,5 литров в абсолютном значении. И ОФВ-1 повышенный риск также, если меньше 50% от должной величины или меньше 2 литров. И высокий риск, если ОФВ-1 менее 1 литра. На этом закончим лекцию. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.